Свыше 5,5 тысяч пациентов с коронавирусом и пневмонией сейчас находятся на лечении в стационарах. Еще более 15 тысяч на амбулаторном лечении. Свободный коечный фонд составляет 19%. В резерве первой очереди запланировано разворачивание еще 180 коек. В резерве второй очереди около 270 коек. Вся неподготовленный в случае снижения свободного коечного фонда до 11-12% будет принято решение о введении дополнительных мест. Следующим этапом, согласно вашему поручению, нами начата подготовка еще 1230 коек. Во всех стационарах области сейчас проводится технологическая подготовка. Это будет третий уровень, третий этап резерва на случай повышения роста заболеваемости и, соответственно, нуждаемости в госпитализации. План разворачивания есть, готов, уже реализуется. Самоизоляция людей старше 65 лет принесла результаты. В этой возрастной группе произошло снижение заболеваемости почти на 13%. Поэтому штаб принял решение продлить действие этой меры. Специалисты Роспотребнадзора отмечают рост заболеваемости среди школьников ОРВИ, гриппом, вне больничной пневмонии и коронавируса. За счет заражения в семьях, чтобы исключить заражение в школьных коллективах, предложено продлить дистанционное обучение. Для учеников с 6 по 11 класса оно продляется до 6 декабря. При этом сохраняются очные консультации для учащихся 9 и 11 классов. Школьники с 1 по 5 класса продолжают учиться очно. Глава региона напомнил, несмотря на это, нужно продолжать ежедневно мониторить ситуацию в образовательных учреждениях, если требуется принимать отдельные решения в рамках одного класса и школы. Этот подход касается и вузов, и учреждений среднего образования. Прогнозы, которые сегодня есть на федеральном уровне распространения инфекции, говорят, что ситуация может ухудшаться. Поручаю вам вот в этот период, до 6 декабря, отработать все модели проведения обучения в дистанционном режиме. Еще раз проверить силы и средства. Еще раз посмотреть образовательные программы. Самым тщательным образом подготовиться к худшему варианту развития событий. Кроме того, глава региона поручил членам штаба дополнительно проработать вопросы введения ограничительных мер, связанных с количеством пребывания граждан в торговых центрах, фудкортах и общепите. Исходя из норматива, введенного во время ограничительных мер весной, в торговых центрах должно быть 4 квадратных метра на одного человека. Введение этой меры связано с приближением предновогодних дней, когда вырастает покупательный спрос и скопление людей несет дополнительные риски распространения инфекции. Виктория Шарея, События.